вообще в принципе в германской армии основной вид вооружения это маузер 98 у нас сейчас это скажем так не дедушка но может дедушка маузер 98к в принципе маузер сам по себе не является карабином это является укороченной винтовка правильное название отличался маузер 98к только прицельной планкой и соответственно был укороченным примерно где-то настолько ну и там небольшие отличия были еще чисто внешне все остальное было то же самое функционал и работа механизма была одинаковая что у того что у другого основное оружие вермахта то с чем шли солдаты это оружие конца 19 века да да они шли с конца 19 века начало 20 века ничего не изменилось у нас при этом была Мосинка и мы воевали в оружии 19 века да да пистолеты пулеметы также уже появляется еще во время первой мировой войны основной который вводится в вермахте это пистолет пулемет mp38 9 миллиметровый складываешься приклад причем стрелять нужно было только с откидным прикладом не разрешалось в принципе даже если посмотреть специально сейчас хронику либо какие-то фотографии именно боевых действий немецкий то все время приклад будет отомкнут вот эту машинку часто называют шмайсер ну да он похож в принципе сам по себе но как уже говорилось у немцев все вообще в европе очень все было завязано на патентах всем прочим то соответственно этот вот пистолет пулемет mp38 либо mp40 это продукт нескольких фирм которые собственно и изготовили сделали шмайсер на сорок первый год который появился в войсках был причем не всех ограниченных очень серий отличался гайкой и не было у него складного приклада была деревянная ложка от наших ппш а то есть то же самое деревянным прикладом да 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 а это mp38 и кстати у mp38 либо 40 у него не было одиночного огня и у него было очень низкая скорострельность и можно было нажимая на курок отсекается даже по одному выстрелу в шмайсере отличие есть такой вот он же называется mp41 отличие то что есть переводчик огня одиночный и очередь ну это если сравним с нашим ппс ну ппш ппс суда который тоже не имел да 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 и такой же принцип и ппш а когда бы абсолютно верно да где берете оружие изготавливают либо есть несколько фирм производителей которые выпускают оружие соответственно под наши нужды соответственно обязательном порядке должно быть не взаимозаменяемые детали с боевым оружием специально делаются на затворах навариваются небольшие уплотнения которые потом также подрезаются под них в оружие здесь например сделано наплыв здесь и здесь нас под точную то есть мы вставляем этот затвор в боевой то он не вставляется и у нас в принципе не закроется не сможем воевать дальше мы сможем произвести выстрела обязательно ствольная коробка должна быть приварена к стволу и в стволе идут шпильки в трех местах чтобы не зашел боевой патрон посередине и на на выходе то же самое чтобы не было разделено заряжание здесь очень много здесь очень много изменений это в принципе сам по себе пистолет-пулемет выпущенный новодельный скажем так полностью но есть ржавая вещь такая одна это затвор который очень трудно изготавливать иногда находят их на местах боев бывает такое и вставляют в принципе но там сделано очень большие изменения внутри здесь вот есть такой шип сделан плюс еще делаются выборки специальные в затворе и делаются шипы еще внутри кожуха самого внутри ресивера чтобы боевой затвор ставить было нельзя и то же самое если мы до затвор берем вставляем в боевой автомат пистолет-пулемет он у нас не закроется соответственно не произойдет выстрела и как бы все эти изменения должны быть видимые и удалять их никак нельзя чтобы собственно не получить статью